Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели, и добрый вечер. Как мы уже анонсировали сегодня у нас в гостях Вячеслав Домбровский, депутат Сейма от фракции Согласия, руководитель комиссии парламента по долгосрочному развитию. Спасибо, что прибежали. Заседания Сейма из-за этих, я так понимаю, внешнеполитических дебатов, которые, продолжаясь с 9 утра до 4, затянулись, и еще поэтому повестка дня еще не вся исчерпана. Спасибо, что пришли. Мы, может быть, сначала начнем не с политических дебатов, а с того события, которое вчера произошло, утверждение правительства Калинща, такая интересная комбинация с пяти партий, часть из них там себя либералами провозгласили, кто-то там правоконсерваторы, но я так понимаю, что вот эти все обещания, с которыми эти силы шли на выборы, там, не знаю, 3 по 500, это не алкоголь, конечно, это вот имеется в виду пенсии, зарплаты по необлагаемому минимуму, вот примеру, новой консервативной партии. Всего этого, я так понимаю, уже больше правительственной декларации нет. Да, добрый вечер. Действительно, после долгих-долгих мук, наконец-то, очевидно, надоело мочиться, было создано этнические, абсолютно однородное правительство, где представлен абсолютный спектр идеологий, начиная от ультра-националистов до консерваторов и до ультра-либералов. И да, действительно, самый первый шаг данного правительства, всех практически партий и коалиций, без исключения, было отречься от всех тех конкретных обещаний, которые они дали своим избирателям. То есть, конкретных обещаний с конкретными цифрами было очень много. Вспомним хотя бы эту знаменитую программу новой консервативной партии «Три по пятьсот», то есть, пятьсот евро минимальная зарплата, пятьсот евро необлагаемый минимум, пятьсот евро необлагаемый для пенсии. Ничего такого в декларации нет. Вспомним обещание той же консервативной партии, минимальная пенсия – 200 евро, я цитирую, уже в 2019 году. Ничего такого в декларации нет. Мы можем перейти дальше, например, к «Аттесты Байпар», где удвоим зарплаты медсестрам. Удвоим финансирование культурного фонда. Утроим финансирование науки. Ничего такого конкретного в декларации нет. Да, есть более чем 200-400 обещаний, где уже увеличим, будем содействовать, изучим возможности и так далее. Но это не одно и то же, что конкретно сказать. Сказать, что мы будем работать над повышением пенсии – это не одно и то же, что конкретно пообещать. Минимальную пенсию в 200 евро уже с этого года. И таких я могу много сказать и любой партии. То есть, КПВ, как видно, успешно ликвидировали Коалитационный совет. Снизили число министерств и так далее. Коалитационный совет будет просто по другим названиям. Да, то есть, теперь будет Комитет развития. Да, и совещание какое-то по сотрудничеству. Так это будет называться. Поэтому в этом первый акт и первый акт сближения партии – это первый абсолютный кидок своих избирателей вне выполнения своих обещаний. То есть, это первая основа, на которой они будут пытаться начинать работать. Я так понимаю, что это все может привести к расколу внутри КПВ и ЛВ. Мы видим, что там настроения разные. И коалиция, так можно сказать, получила всего 61 голос, хотя рассчитывала на 66 хотя бы. Ну, в КПВ и ЛВ уже раскол произошел абсолютно очевидный. То есть, первый раскол – это уже где две трети фракции КПВ поддержала правительство. Одна треть не поддержала. Где происходящее в зале Сейма, ну, несколько напоминало, возможно, события, которые происходят при судопроизводстве, наверное, при разводах между двумя лидерами – КПВ Гобземсом и Каменьшем. Ну, и где после выступления Каменьша, наверное, можно было сделать весьма четко, весьма четко прозвучало, что основные причины, почему Каменьш и еще 9 депутатов КПВ поддержали это правительство, это потому, что Каменьш боится внесрочных, внеочередных выборов, потому что понимает, что рейтинги КПВ уже не те. Ну, и вообще он устал. Я обиделся на Гобземс. Это тоже весьма такая интересная основа, я бы сказал, весьма такая ироничная причина, по которой было создано правительство Каменьша, потому что Каменьш устал бороться. Да, вот Павда Гобземс сделал целый ряд скандальных заявлений, теперь уже, видимо, к нам будет прояснять, но это, наверное, другой аспект. Я помню, что в своем выступлении вы обратили внимание, кроме того, что исчезли там конкретика в этих обещаниях, но еще и одни пункты зачастую противоречат другим. Вот мне бросилось, по-моему, в глаза то, что вы обратили внимание на такой аспект. С одной стороны, грозятся ликвидировать ОИК, вот этот, или ОИК, знаменитый коэффициент обязательно закупки зеленой энергии, а с другой стороны, обещая там выполнить регулу Европейского Союза и довести, по-моему, вот эту возобновляемую или зеленую энергию до 60%. Но как это все совместимо? Каким образом? Ну, да, это верно. Эта декларация также, я показал, весьма сильно отличается, ну, так даже вопиюще отличается от многих предыдущих, в том, что, да, действительно, многие ее пункты противоречат друг другу, ну, и свидетельствуют, ну, я думаю, что уже тот факт, что эти партии давали обещания, так много обещаний, которые теперь не способны выполнить, уже свидетельствует о том, что были о намеренном китке избирателей или просто некомпетентности. Поэтому, наверное, о некомпетентности противоречий к пунктам удивляться сильно не приходится. Ну, два конкретных примера, уже вами упомянутый пункт. С одной стороны, мы полностью ликвидируем ОИК, так называемый, а с другой стороны, мы повысим использование так называемых возобновляемых энергоресурсов, что мы обещали Европейской комиссии повысить. Как это сделать? Потому что возобновляя электроэнергия сама по себе неконкурентоспособна. То есть, по экспертным оценкам, скорее всего, раньше, чем в 2020 году, она конкурентоспособна и отдельные ее виды, ну, для Латвии, наверное, будут актуальны только ветреные энергии, да, вообще конкурентоспособны не будут. Поэтому, ну, здесь явно или люди не понимают вообще, о чем они говорят и почему они подписались или что-то еще. Другой пример. С одной стороны, обещается стабильная прогнозируемая налоговая политика и соблюдение фискальной дисциплины. С другой стороны, самый конкурентоспособный режим налогов на рабочую силу в странах Балтии. Но здесь, возможно, те, кто писали декларацию, не в курсе, что в Эстонии налоги на рабочую силу значительно ниже. То есть, чтобы дойти до уровня Эстонии, я думаю, это будет стоить, ну, как минимум, 100 миллионов евро государственного бюджета. Это потребует также отменить шкалу прогрессивного налога, потому что в Эстонии ее нет. Что в таком случае идет противоречие со всеми обязательствами не позволять расслоения доходов населения и так далее. Ну, то есть, совершенно ясно, что компетентности сильно не хватает. Но, я думаю, это можно понять, если смотря на состав кабинета, нового кабинета Министерства. Да, вот тоже интересно. Есть понятное, что когда создается новое правительство, всякий раз, естественно, высказывают разные прогнозы о ее долгосрочности и длительности работы. Бытует два мнения, по крайней мере, которые громко были озвучены. Одни, что такая разношерстная коалиция из пяти партий долго не существует, особенно учитывая такую нелогичность этой коалиции, ведь премьером стал представитель самой маленькой партии. Уже не говоря о том, что он сам в Сене не баллотировался, но это еще полбеды, да, но всего восемь мандатов. С другой стороны, многие считают, что нет ничего более постоянного, чем временное, и боясь, что они не смогут как-то по-другому собраться и выбрать премьеру, они могут так поработать и довольно длительное время. Вот вы какой концепции придерживаетесь? Что ждать, на ваш взгляд? Ну, смотрите, моя общая характеристика того, что происходит, да, латвийская политика, та, которая представляет вот типичные партии, которые называют себя латвическими, которые входят в коалицию, это, по сути, одна большая теплица, да, и почему теплица, потому что, потому что теплица основывается на исключении избирателя согласия. Потому что, если вы исключаете самую большую партию, то, на самом деле, уже почти, у остальных почти гарантированные шансы войти в коалицию. То есть, да, иногда одна, вторая, маленькая будут исключены, да, но по большому, большинству это гарантирует то, что они в коалиции, да, то есть, исключается сама борьба, конкуренция сама по себе, да, из этого вырастает, из этого лидеры вырасти не могут. Из этого вырастают вот такие вот тепличные политики, ни б, ни м, ни туда, ни сюда, и ничего в стране, естественно, не происходит, да. Поэтому здесь, видели, здесь факторы, которые говорят, и да, это может продолжаться, потому что в теплице хорошо, если особо ничего такого, да. То есть, да, страна потихонечку идет под ситуацией, ухудшается, но это происходит медленно, европейские деньги текут. Да, это не оба восьмого года, да. Да, поэтому мы как-то можем отвлечь внимание, рассказывать о том, что в этом виноваты там Путин, русские, внешние события, в мире неспокойно и так далее. А если что, мы можем заменить. Например, вполне, скорее всего, следующим ходом будет заменить какую-то, ну, скажем так, или совсем проблематичную КПВ, выкинуть и заменить их ЗЗС. Да. Или, если будут слишком нахальные консервативные партии, выкинуть их и вместо них ввести ЗЗС, да. Ну, то есть, ЗЗС, как бы, СССР фактически сейчас как на подхвате. Да, следующие камеи запасных. Поэтому это гарантирует, и тем самым опять отвлечь внимание, опять вроде что-то изменилось, хотя на самом деле ничего особенно не изменилось, и как-то грести дальше, да. Но среднесрочно и долгосрочно, понимаете, это работать не может, да. Потому что мы видим, что страны вокруг нас, они разобрались со своими внутренними противоречиями, своими внутренними расколами, они идут вперед, да. То есть, как бы это ни было, мы видим Польша, Чехия, да, та же Венгрия, да, та же Россия, мы здесь вокруг. Все, нет, нет, мы не видим стран, да, даже та же Эстония, конечно же, та же Литва, да. Мы видим, что нигде нет такого противостояния, такого раскола общества, такого топтания на место. И эти страны идут вперед, и они будут идти вперед. И по сравнению с ними будет все более и более очевидно, насколько Латвия отстает. Да, вот тоже такой, может быть, интересный вопрос, который я хотел задать, что касается того, что сейчас будет происходить, не знаю, в оппозиционном лагере, так можно сказать. С одной стороны, есть определенные противоречия между Союзом Зеленых Крестьян и Согласия, весьма большие, с учетом того, что Зеленые Крестья еще совсем недавно, условно говоря, 5 минут тому назад, как раз были предыдущие правящие коалиции, даже ее возглавляли. С одной стороны, с другой стороны, они теперь тоже оказались в одних окопах с вами. Может ли быть тут какое-то сотрудничество, потому что если взять чистую математику, ну, 23 будем считать, да, плюс 11, вот вам кондиционное меньшинство, 34. Голоса, которое даже позволяет отдельные законы блокировать их принятие и начинать вот референдум. Давайте начнем с Согласия. То есть, Согласия за последнее, думаю, что многие заметили, что за последние три месяца формирования правительства Согласия вела себя, скажем так, относительно тихо. То есть, была наша намеренная тактика, чтобы ни в коем случае не дать возможности кому-то из тех партий, что формировали коалицию, когда скажут, что Согласия в чем-то кому-то мешает. Что опять Согласия в чем-то виновата, в ком-то или что-то. То есть, мы отошли. С нами никто говорить не хотел. Напрашиваться. Ну, я привержник Булгакова, что никогда никого ни о чем не надо просить. Это было бы слишком унизительно для нашего избирателя. Мы наблюдали со стороны. Мы дали избирателям вот этих вот всех партий посмотреть на то, какие они есть вообще. Я думаю, что это демонстрация. И что будет дальше. Что Согласия это не из-за Согласия, что они себя так ведут, что они такие есть. Сейчас правительства сформированы. Перчатки скинут. То есть, начинается другой этап. Далее. Насчет ЗЗС. С одной стороны, да, коллеги по оппозиции. Ну, в том числе, получается, что также с частью КПВ тоже. Но не будем забывать, что КПВ, ой, извиняюсь, и ЗЗС также понимают, что через год, через полгода, через год, сколько там от правительства первая фаза продержится, они следующие на скамейке запасных, когда выкинут или КПВ, или выкинут ЕКП. И тогда ЗЗС зайдут. Поэтому это, естественно, заставляет ЗЗС вести себя по-другому. Ну, здесь интересный вопрос к тем партиям, которые являются относительно прагматичными. А это из ЗЗС. Я бы сказал, что это определенно часть от Исты Байпаль. Является часть относительно прагматичной. Насколько они способны понять большую картину и видеть дальше своего носа? Насколько они могут способны увидеть то, что произошло за последние годы? Что они пытались приручить вот этого радикально национального зверя? Я прекрасно помню события 7 лет назад, когда на самом деле не вообще было взято в правительство. Когда Единство считало, что оно может их приручить, что оно может к нему относиться как к такому младшему, безобидному младшему брату. А на самом деле кто оказался снизу, а кто вверх? То есть этот зверь, мы видим, он растет все больше и больше. У нас теперь по сути не одно радикальное национальное объединение. У нас не менее радикальная новая консервативная партия, это вместе с НА, это уже 29% Сейма. У радикальных националов, по сути, никогда не было так много мест. Еще раз, треть, почти треть Сейма занимают радикально национальные силы, которые считают другую треть населения Латвии враждебными Латвиями сил. То есть это мы уже, ну я боюсь, я надеюсь, что мы не дойдем ни до каких гражданских войн, но по сути мы уже в ситуации, я повторюсь, где треть депутатов, избранных в Сейм, считает примерно треть, считает тех депутатов, которые по сути, если не точно по математике, представляют почти треть населения Латвии, они считают их антигосударственными силами. Ну, это, по-моему, уже очень опасный момент. И то, насколько эти прагматичные относительно партии способны понять, до какой опасной грани противостояния мы уже дошли, ну, вот это будет, я думаю, очень важный вопрос в ближайшие годы. Да, но вот подтверждение слов, к сожалению, есть и бумажный документ, не только слова, это правительственная декларация, где, в принципе, там в черном по белому написано, что сворачивание, так, это переводится, всего образования, даже начиная от детских садов, на языках нацменьшинств. То есть там так и сказано. Последовательный перевод всей системы образования только на государственный язык обучения. Именно так. В декларации содержится обещание полностью ликвидировать образование на русском языке. Да. Следующий пункт декларации, наоборот, начать развивать образование на латгальском языке. Да. Ну, вот так у нас. Ну, кстати, ограничения там, интересно, для английского языка ставятся или нет? Я так понимаю, там тоже не более 20%. Да. Ну, действительно ли, к сожалению, большая часть политиков в Латвии, они очень тщательно пытаются избежать впечатления того, что это что-то конкретно направлено против русскоязычных или русского языка. Поэтому чаще вы видите формулировки не языков стран Европейского Союза. Естественно, за этим кроется то, что для всех основных языков проблем нет. Но с тем основным языком страны, не члены Европейского Союза, которые здесь практикуются, это русский язык. Вот против него, очевидно, проблемы весьма большие. Как-то бы у нас пока суахили или японский язык, пока не хинди, не очень практикуются. Ну, я думаю, долго не будет. Вот насчет китайского посмотрим. Вот насчет китайского посмотрим. Вот не только, может быть, по поводу Китая, но вот переходя так плавно, может быть, и к внешнеполитическим дебатам, потому что мы же все понимаем, что внешняя политика продолжение внутреннее в какой-то степени. Вот нет такого ощущения, что и в выступлениях министра странных дел, других правящих политиков в основном такие были, не знаю, как можно сказать, дежурные топики. Вот сказали то, что должны были сказать. Естественно, Россия исчадья зла, там Брексит был упомянут, там плач по поводу того, что субсидий мало у нас. Ничего не было сказано, я пока ими не заметил, может быть, я не прав, что, а какие инвестиционные крупные проекты мы за эти годы привели. И, может быть, наши дипломаты там притащили каких-то там инвесторов, там миллиардеров американских, они здесь что-то будут строить, развивать и так далее. Может быть, я не прав? Абсолютно правы. К сожалению, за последние годы в ответ на нашим националистическим силам был преподан огромный подарок, особенно в 2014 году, когда представлять соседнюю страну империи зла стала абсолютно приемлема, даже не только приемлема, но даже приветствуется со стороны западных стран, особенно Америки. Поэтому то, что произошло за последние годы, это была построена картина, черно-белая картина мира, где есть страна, вот эта вот империя зла на Востоке, где оспаривать данный взгляд, так сказать, крайне опасно, считается. И вот в этом вот черно-белой картине зла, где представляется, что министр Оренкевич, так сказать, доблестно защищает Латвию от вот-вот неминуемой российской агрессии, ну, здесь какие вопросы об инвестициях? Это уже все лишнее. То есть, главное, что делает, защищает от агрессии и спасает другие страны, Украину, Грузию и остальных тоже. Поэтому на данном фоне, естественно, любые вопросы о инвестициях, любые вопросы о наших национальных интересах в Европе, о платежах крестьянам, о фонде солидарности, о том, сколько мы получим денег в следующем программном периоде, все это уже... Неактуально. Становится, да, гораздо менее актуальным. Уже даже так многим становится стыдно задавать такие вопросы. Вячеслав Домбовский у нас в студии, привез ненадолго новости рекламы, я вижу, что есть и звонки, во второй части будем их принимать, не переключайтесь. Да, Вячеслав Домбовский у нас в студии, депутат Сейма от Согласия. Вот мы обещали, наверное, со звонков начать вторую часть, мы так это и сделали, 612-12-939, да, есть звонки, и добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый вечер. Да, добрый вечер, пожалуйста, слушаем вас. Мне вопрос к вашему гостю. Вот каждый раз после выборов кажется, что Латвия уже достигла дна. То есть, когда там, когда год мы не свернули... А оттуда постучали, да. А, да, когда слесарств там танцевал тут, устроил шоу, его выбрали. И каждый раз оттуда действительно стучат. В этот раз не просто достигли дна, а уже латышскому избирателю уже написали в тапке в домашнюю, уже поплевали в суп, поплевали там, не знаю, на воротник. И ничего не происходит. То есть, как ваш гость считает, существует действительно то, когда уже нельзя будет собирать по рублику, как репша там со старушек, да, собирать, когда уже наконец не пройдет вот этот фокус, и когда наконец уже на самом деле население избирательное, которое 60% меньшинство, которое живет, потому что если мы считаем, а если 50% пришло на выборы, ну там 57, и если из этих 57 коалиция составляет еще 60%, то от общего количества населения это подавляющее меньшинство управляет сейчас страной. Когда большинство наконец призовет вот это меньшинство в порядку, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Спасибо. Так. Ну, начнем с правительства Каринша. Здесь даже стучать никому не надо. Я думаю, здесь можно совершенно однозначно сказать, что правительство Каринша это дно пробьет и упадет еще ниже. О том, как долго это будет продолжаться, ну, пока в основном латышский избиратель, ну, наконец-то, сделает какие-то выводы. Посмотрим, ну, посмотрим вообще на то, что случилось за последние 20-30 лет. Раз никто не заметил, как опустела Рига, мы вообще не говорим о регионах, что там происходит. Если 20 лет назад, ладно, мы свыклись с тем, что мы отстаем от Эстонии, но мы сейчас и от Литвы отстаем, значительно отстаем от Литвы, и это будет только продолжаться. То есть, мы, да, мы на этих выборах видели определенный перелом, где, да, эти вот коллекционные власть, придержащие партии, потерпели сокрушительное поражение, которое было для них полностью неожиданным, как зеленые крестьяне, венутые бы, ну, просто сокрушительное поражение, да. Но, к сожалению, электорат, в основном латышский электорат, да, он разделился между теми, кто пошел, так сказать, к волшебникам, к КПВ, да, которые совершенно новым, да, и тем, которые, ну, пошли просто, ну, скажем, очередная такая партия ненависти, да, это новая консервативная партия. И, к сожалению, до согласия они не дошли. Но в то же самое время, естественно, согласие можно понять некоторых избирателей согласия, которые, ну, тоже тяжело держаться так долго, да, то есть, видишь, что против согласия прочерчены, ну, вот всевозможные красные линии, и уже эти партии уже не знают, сколько раз пообещали, что никогда-никогда с согласием никогда не пойдут, да. Ну, такая вот, такая вот у нас непростая ситуация на данный момент. Ну, вот мы видим, что, видимо, новые, вот, новая консервативная партия, вот подтверждение того, что выиская по партию ненависти, ну, без дела сидеть не будет. Вот господин Борденс вчера заявил о том, что вот пора с бывшими коммунистами бороться, их вычищать, давать им даже баллотироваться. Не знаю, как это с бескомпромиссной законностью, конечно, сочетается. А сегодня, вот, первый рабочий день, вот сейчас пришла новость, он встретился с комиссией по подсчету убытков от советской оккупации. Так что есть чем заняться по подсчету убытков, борьба с коммунистами. Видимо, на следующем этапе уже новое правительство займется вот вопросом распуска Рижской Думы. Ясно, что это правительство, но уже сейчас понимаю, что в этом году никакие обещания они выполнить не могут, и они, потому что не смогут и в следующем, и в послеследующем и так далее, будут искать пути отвлечения внимания. Конечно же, стандартный это согласие. То есть, мы уже слышим абсурдные заявления о том, что это как-то Рижская Дума виновата в том, что количество людей в городе уменьшается, во всей стране уменьшается. С чего они взяли, что Рига будет большим каким-то исключением из всего этого. То есть, сейчас будут обвинения о том, что, естественно, ладно, мы все видим объективно, что дороги в Риге не очень. Но с тем, что они не могут сформировать правительство, это значит, что бюджет будет принят, как уже сказал Раэрс, в конце марта, значит, что та же Рига, в лучшем случае, та же Рига свой бюджет не сможет принять только в апреле. А значит, так как у нас законность и так далее, необходимо провести конкурсы о том, чтобы, поддержав ремонт дорог, эти конкурсы могут быть оспорены. Есть такая вещь, как сезонность, ну, зимой трудно ремонтировать дороги. Это значит, что успеть ремонтировать дороги весной и летом, когда нужно, ну, по этой причине будет не очень легко. Но ясно, что, конечно, во всем виновата Рижская дума. Ну, и плюс будет охотно других ведьм. Я думаю, что здесь уже одной Рижской думой согласиям не обойдется. Еще есть, еще один портовый город есть, да. Да, будет бескомпромиссная как-то борьба за законность. Борьба за законность, да. Не для всех, конечно. Не для всех, да. На своих она не относится. Да, ну вот даже я так помню, что была идея в первоначальном тексте декларации даже национализация портов. Это нечто новое, я так понимаю, в рыночной экономике и в законности бескомпромиссной. Но, видимо, пока и коалиция решила, что это уже чересчур. Ну, почему? То, что они это оценят и об этом будут, это содержится. Ну, здесь также в декларации, это было бы забавным, да, если бы это не было забавным совершенно. Вот у вас два обещания, там, двух партий. Одно обещание национализировать порты, у других обещание, чтобы государство взяло под свою ответственность все школы от самоуправления. Ну, то есть сейчас самоуправление платит за все расходы, за материально-техническое состояние школы. Да, а потом государство. А КПВС сказал, что давайте государство возьмет ответственность и будет платить. Вот догадайтесь, из этих двух обещаний, какое попало в декларацию, а какое не попало. Насчет школы там ничего не увидеть. Все, государство больше не готово взять на себя ответственность за школу. А за порты, пожалуйста. Ну, там деньги будут. Да, ну, можно понять, что спонсорам, конечно, порты интереснее, чем школы, да, то есть, что там школа. Ну, и в портах тоже, вместо того, чтобы задавать действительно важные вопросы о том, откуда в этих портах вообще грузы будут, да, потому что у нас не секрет, что последние три года грузооборот падает. Он в этом году увеличивается, но увеличивается потому, что он упал в трех российских портах. Они там ремонтируют железную дорогу, там или еще что-то. Это чисто технический вопрос. Но ведь скоро отремонтируют, да, то есть, ну, даже в России, я думаю, они не будут ее ремонтировать многие годы. Нет. И когда отремонтируют, что тогда будет, да, но вместо того, чтобы задаваться вопросами, откуда грузы пойдут, ну, тут надо сделать передел портов, да, то есть, грузы, очевидно, это... О грузах даже упомянули, даже нет ни малейшего упоминания в этой корпорации. Нет, да. Вот, может быть, такой еще вопрос в контексте и сегодняшних внешнеполитических дебатов. Ну, вот, понятно, что позиция правительства по поводу внешней политики совершенно понятна, да, вот, это осуждаем, этих одобряем, все это понятно, да. Но нет никаких, вот, не знаю, идей, инициатив, с которой бы Латвия могла куда-то выйти, выступить. Я понимаю, что Латвия небольшая страна, не является страной, которая принимает ключевые решения, но раз уж у нас есть там своя внешняя политика, ну, надо же что-то предложить хотя бы. У нас нет своей внешней политики. Ну, что вы такое говорите? Да, ну, де-факто нету, да. Хотелось бы, да. У нас есть поддакивание, да. Своей внешней политики у нас, к сожалению, нет. Поддакивание, к сожалению, еще иногда подстрекальство, если я не ошибаюсь. И это. Да, вы правы. Видите, у нас то, что мы можем, и то, что нам необходимо сделать, да, это, во-первых, вместо того, чтобы, как нынешний министр, заниматься фактически более подстрекательством и разжиганием этой холодной войны, мы должны стать местом для диалога между Западом и Россией. То есть, к примеру, в вопросе тоже Украины. Почему Минские соглашения? Почему в Минске? Почему не Рижские соглашения? Мы тут рядышком, да. Почему Латвия не взяла на себя инициативу помочь урегулировать вопросы между Россией и Украиной? Даже не пытались. То есть, у меня есть личный опыт в том, что какой-то около года назад группа американских бывших дипломатов, да, или так называемых фингтенков, да, и группы российских думали серьезно о том, чтобы создать в Риге место для диалога, так называемого второго пути, то есть, неофициальный, а такой полу-неофициальный диалога между американцами и россиянами. Я же помню, даже после Балтийского фонума, да, этого не случилось благодаря позиции Министерства иностранных дел и лично министра Ленкевича. То есть, вместо того, чтобы использовать то, что мы здесь находимся между этими цивилизациями, да, на того, что у нас здесь там мешанина народов, да, того, что у нас люди, которые хожи и туда, и туда, говорят и на этих, и на этих языках, вместо того, чтобы это использовать, для того, чтобы помочь снизить вот эту вот температуру в мире. К сожалению, министр иностранных дел занимается полностью противоположно. Это раз. Два. Мы говорим о понятии вообще определенного хребта во внешней политике. Ясно, что маленькая страна – это маленькая страна. Нам никогда не будут относиться к Германии или к Франции и так далее. Но, тем не менее, какое-то минимальное уважение к себе необходимо. Возьмем историю с банками. У нас стратегическое партнерство с США. Где оно? На практике. Но на практике, когда администрация президента Трампа приняла решение о том, чтобы на финансовой конференции в Нью-Йорке заявить о том, что в АБЛВ происходит нарушение американского законодательства, что привело за собой, потому что тысячи человек остались без работы. Банка больше нет. И фактически вся, можно даже говорить о том, что сектор экспорта финансовых услуг почти уничтожен. Вы думаете, в латвийской стране об этом сообщили заранее? За 45 минут. За 45 минут до конференции об этом сообщили в латвийской стране. Ну, по существу, можно сказать, что они узнали из средств массовой информации. То есть, это, наверное, свидетельствует об уважении. Да. К нашему министерству иностранных дел. Поэтому, если оно есть, то можно и за свои интересы бороться. Если к нам относятся как к тем, которые готовы сказать «да» при первом намеке, ну, как у меня все уважение идет. Самое интересное, продолжение этой банковской темы, она тоже сегодня звучала, кстати, в внешнеполитических дебатах, но в том же самом ракурсе. Как бы еще нам, ну, если так можно сказать, наказать кредитное учреждение? Как бы еще избавить нас от каких-то неправильных денег? Я только это услышал. Да. И постоянно вот эти крики об этом отчете там Монивей и так далее. Как будто это вообще конец света. Создается ощущение, что Латвия – это и есть ключевой там транзитный пункт для отмывания денег. Если послушать отдельных наших депутатов и господина Ленкевича. Да, ну, здесь тоже весьма крайне интересно, да? Можно подумать, что некоторые депутаты и тот же Эдгар Ленкевич только что проснулись и увидели, что у нас здесь происходит, у нас есть какие-то каналы переводов денег с востока на запад и так далее. Да, никогда такого не было. Они здесь, так называемая маленькая Швейцария здесь строилась еще с 90-х годов. Если уж мы будем совершенно честными, да, то там кто против этого возражал, да? Еще Роберт Зилла еще в далеком 2012 году возражал против этого, привлекал внимание к рискам. Международные организации привлекали. Но я сам был министром в тех правительствах, я ничего такого не слышал. Ни от министра финансов, ни от премьера. Они, кстати говоря, оба были отвенуты. И тут вдруг оказывается, что несмотря на то, что все эти политики на многие годы, ну, фактически говорили, что у нас все в порядке. Да. Вдруг оказывается, что не в порядке. Совсем не в порядке. И кто в этом виноват? И даже сейчас, когда вот говорится о так называемом докладе Маневала, который нас грозит чуть ли не спихнуть в пропасть нашу экономику. Говорится о том, что всего есть несколько месяцев, чтобы убедить экспертов в том, что у нас здесь все в порядке, да? Если вопрос настолько важен, почему главный ответственный за этот вопрос – это какой-то чиновница среднего уровня? Почему не сам Ленкевич? Почему не премьер? И так далее. Да. К сожалению, один звонок, наверное, успеем принять. Очень много звонков. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Да. Вот все, что говорите сегодня, все вообще правильно. Но меня интересует, на мой взгляд, более важный вопрос. Чего обсуждать правительство, которое вообще временное? Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, давно известно, что в Латвии существует двухобщинное государство. Ну да, страна разбита на две общины. А скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что значит, господина Каренша премьером при полном наблюдении нашего президента приведет теперь к расколу латвийского общества? И это сделано вообще умышленно, потому что в Латвии, наверное, среди местного населения, среди латышского населения будет очень много недовольных, что не свой латыш стал премьер-министром, а чужой латыш стал лингвист по образованию. Человек, который не имеет ни опыта управленческого, серьезного. Человек, который, будучи министром экономики Латвии, принес больше вреда, чем пользы в свое время. Человек, который за латвийские деньги, находя, будучи депутатом европарламента, ничего толкового для Латвии. А теперь он стал премьер-министром. Вот все, не будет ли это являться, несет раскол в латышское общество. Спасибо большое. Ну, наверное, это такая реакция и на втонечную демонстрацию в желтых жилетах. Ну, вы знаете, я представляю своих избирателей, которые голосовали за меня. И, конечно, моя работа их представлять. И я бы не хотел отвечать за тех избирателей, которых я не представляю. У господина Каринша, ну да, конечно, по образованию лингвиста, гражданство двойное, американское гражданство и латвийское гражданство. И здесь, ну, я боюсь, что мы вообще не можем сказать, насколько доверие избирателей лично к нему. Потому что господин Каринш, несмотря на то, что был кандидатом на премьеры от Единства, все им не баллотировался. Мы, на самом деле, вообще даже не знаем, а если бы он баллотировался, его бы вообще избрали? Я думаю, это очень хороший вопрос. Ответа нет. Да, вполне возможно, что у нас премьера, который, если бы он баллотировался, может быть, его вообще бы не выбрали. Но это вопрос не к моим избирателям. Что касается ваших избирателей, может быть, такой последний вопрос. Он часто звучит и в звонках наших радиосуственной степени. Ну, понятно, что согласие, по крайней мере, ну, пока будет находиться в оппозиции. Для согласия это совсем не новая ситуация. Но всегда есть, наверное, те или иные методы работы оппозиции. Будет ли, не знаю, создаваться какое-то теневое правительство, где вы будете свои инициативы пытаться обсуждать и предлагать? Да, теневое правительство уже фактически создано. Думаю, где-то в начале следующей недели мы уже более об этом объявим. У нас регулярно собирается наша группа, можно сказать, министров, которые держат руку на пульсе, проверяют то, что, какие решения... Это чаще всего те кандидаты, министры, которые баллотировались на выборы, да? Да, именно так. С какими материалами работают те министры, которые принимают решения. То есть, с целью того, чтобы дать нашу оценку происходящему и тем решениям, которые принимаются. А также быть готовыми в любой момент перенять штурвал. Так что теневой кабинет будет? Он фактически уже есть. Просто его работы пока что не афишированы. И последний, может быть, такой вопрос, дополнение, что касается партнеров или даже фактически коллег европейских социалистов. Я так понимаю, что вы с ними в контакте не только до выборов были, да? И сейчас тоже какое-то сотрудничество, взаимодействие продолжается. Да, мы понимаем все больше, что в этой борьбе, борьбе за интересы наших избирателей, потому что ясно, что если не мы, то кого они вообще интересуют, как мы видим из всех других основных партий, что европейский фронт является не настолько малозначительным, как, возможно, согласие это считало в прошлом. Мы видим, что все то, скажем так, вопиющее вообще несоблюдение элементарных принципов демократии происходит с молчаливого согласия европейских столиц, происходит с молчаливого согласия Европы. И мы видим, что не последнюю роль в этом играет, ну, я назову это, скажем так, такая информационная война, то есть то, что те, ну, как люди, евродепутаты и другие, и, скажем, весь рессор иностранных дел работают над тем, чтобы создать крайне искаженную картину о происходящем в Латвии, о русскоязычных в Латвии, то есть, ну, если мы так проще будем говорить, у нас русскоязычных представляют, как таких Иванов-Ватников, да, то есть, которые там, полуобразованные ватники, которые вот уже 30 лет не хотят учить латышский язык, вообще не говорят на латышском языке. Вы, естественно, пытаетесь представить реальную картину. И вот нам, ну, то есть, им приходится чуть ли не в принудительном порядке их, так сказать, отцивилизовывать, да, так сказать, учить. Образовывать, да. Образовывать, да. Поэтому мы понимаем, что необходимо серьезно работать над этим фронтом, то есть, вы все видели, что согласие начало над этим серьезно работать, мы стали полноправным членом партии, Европейская партия социал-демократов и социалистов, это, кстати, одна из основных политических сил в Европе, и через них мы собираемся все-таки работать над тем, чтобы, в конце концов, одержать вверх в этой информационной войне, также на Европейском фронте. Спасибо большое. Вячеслав Домбровский у нас был в студии, депутат СИИМА, от согласия. Большое спасибо. Спасибо.